так продолжим ответы на вопросы сейчас чем вы дорогая лина мечтаете до мечтаю я о том чтобы побыстрее получить гражданство и мечтаю побыстрее получить гражданство и паспорт чтобы уже жить полноценной жизнью хотя я не могу сказать что я до этого как-то ущербно себя чувствовала еще один вопрос это опишите свое идеально чтобы когда все у меня идеально знаете это описать невозможно у меня идеально это не значит чтобы сама жизнь была идеально чтобы рядом меня окружали идеальные люди для меня идеально это когда меня все радует вот у меня сейчас на данном этапе такое вот мое все идеально я добиваюсь того чего я хочу я уже выполнила почти все пункты своего списка которые составляла 5 пунктов на полгода по моему и я их почти все выполнила да да реально почти все один пункт по моему не выполнила и это не может не радовать когда у тебя все получается в жизни когда даже вот у меня были трудности недавно но я все равно как-то их переборола я все равно смеялась я все равно улыбалась радовалась дальше и я не знаю почему но меня это нисколечки не расстраивало и да для меня мое идеально когда у меня гармония с самой собой вот реально когда даже какие-то трудности у меня в жизни я на них просто не обращаю внимание потому что у меня в душе я в душе все вот по полочкам меня все гармонично я пытаюсь просто не замечать людей идиотов то что мне пишут на ютюбе просто вот смешно смотреть на это все когда взрослые люди начинают спорить на тему того вот она пошла туда вот она там сделала то-то то-то ай-яй-яй а я сижу на жопе ровно получается и только печатаю всякую фигню в общем занимается каждый своим делом следующий вопрос как милая сова вы соблюдаете сейчас хоть какой-то режим стать не позже 10 выйти не раньше 12 и тому подобное знаете у меня сейчас когда как я бывает встаю рано и бегаю занимаюсь своими какими-то делами отвечаю на комментарии я когда просыпаюсь я люблю сразу отвечать на комментарии ну практически сразу в основном у меня так бывает потом instagram соцсети общаюсь с друзьями со знакомыми и тогда уже я могу покушать пойти побегать либо там пойти своими делами какими-то заниматься могу книгу почитать но бывает такое если я гуляю с компанией с друзьями где-нибудь отдыхаю до утра к примеру либо просто допоздна то конечно я буду спать до 10 до 12 где-то в зависимости от того конечно во сколько я пришла я график себе ставила такой что я если занята чем-то монтирую видео допоздна я занимаюсь чем-то допоздна либо просто гуляю допоздна я себе ставила такие рамки что восемь часов я должна обязательно поспать и у меня не всегда получалось я спала почему-то больше не знаю почему потому что я соня сама по себе поэтому наверное так у меня и происходит всю жизнь сейчас делаю совсем иначе я если делаю все то же самое гуляю допоздна монтирую видео там еще что-то неважно то я ставлю себе рамки спать пять часов и это работает я тогда сплю либо 5 либо 3 часа я высыпаюсь в зависимости от того насколько я устала либо восемь часов и все ок следующий вопрос как вы хотите провести лето будете валяться на песке на пляже либо будете путешествовать по просторам разных лесов либо лесов разных городов честно я не знаю куда меня дальше занесет моя жизнь я в принципе в целом предоставила свою жизнь судьбе в руки или как это еще можно назвать в общем я пытаюсь сейчас практически на все говорить да ну практически на все и я извиняюсь меня просто комар укусил блин это так чешется не то чтобы говорить да сейчас начнут тоже взрываться пуканы просто как-то следовать ситуации что ли если есть возможность поехать куда-либо я не откажусь я поеду обязательно даже если это далеко я не люблю особо дорогу я ее с трудом переношу если это конечно не комфортная дорога на своей машине если ничего нигде никак то конечно можно даже не на пляж на море можно на речку поехать я особо честно неприхотливый человек конечно хотелось бы отдыхать в красивых местах хотелось бы путешествовать хотелось бы много всего но давайте исходить из того что что вы сделали для этого вот чтобы путешествовать либо что-то делать где-то бывать в красивых местах с красивыми людьми что вы для этого сделали мне кажется ничего большая часть людей ничего не делает для этого и просто сидят и ноют еще при этом как у них все плохо я не хочу не ныть я просто если есть возможность я делаю что-то если нет возможности то я не буду жопу рвать нет так нет всему свое время и последний вопрос это судя по влогам вы умеете игнорировать именно игнорировать критику а вообще вас можно увидеть в гневе знаете что я хочу сказать я на критику стала сейчас последнее время реагировать вернее вообще никак не реагировать да я прочитаю комментарии некоторых я уже знаю по именам я просто пропускаю эти комментарии как бы до свидания можете писать сколько влезет раньше я читала я даже отвечала на всякие негативные комментарии дабы объяснить человеку почему он не прав потом люди начинают все больше и больше меня оскорблять как-то унижать я опять человеку объясняю что вы не имеете права на это у вас даже нет причин личностных причин это делать на что люди опять же отвечают мне оскорблением я заметьте не банила ни разу никого кроме того чувака которым я рассказывала видео ответы на вопросы тоже я его в конце в итоге забанила сейчас личности которые появились на моем канале либо они были но молчали и появились взорванные пуканы после видео вечеринки в клубе я конечно в шоке как раз таки вот такие видео отсеивают такую мерзость и я не хочу такую мерзость на своем канале я хочу чтобы на моем канале были люди позитивные вы все таки приходите на канал любых других людей для поднятия настроения для приобретения позитива какого-то позитивного настроя зачем вы тогда в ответ оставляете один негатив за собой давайте я начну негативить здесь меня смотреть никто не будет правильно то же самое заметьте если вы делаете вас никто читать не будет абсолютно вас просто будут игнорировать вот это как раз таки плата за ваше существование вы добились в жизни всего в гневе я бываю но бываю редко и бывают только тогда когда меня слишком достанут я думаю в принципе как и многие люди я ничем не отличаюсь бывает знаете такое вот настроение что тебя все раздражает и ты слишком быстро заводишься тогда да тогда можно даже не стараться и я просто вспыхну как спичка но бывает такое настроение что вот последние два дня вернее нет последние четыре дня я просто в таком приподнятом настроение что знаете мне вообще ничего не мешало даже два дня неудачных вообще абсолютно неудачных два дня и они меня просто не выбили искали я живу на позитиве и все как-то это уходит на нет когда ты перестаешь обращать на это внимание и париться по каждому малейшему там все как-то приходит само собой в норму да у меня еще есть новость я хочу с вами просто поделиться этой новостью вы конечно увидите зарисовки или как это сказать видео кусочки которые я снимала в тот день вы увидите их кто-то может быть увидит и поймет кто-то не увидит и не поймет может быть я просто повторюсь что я получила уже гражданство и я безмерно этому рада и получила уже паспорт что есть это сладкая победа вот вот она настолько сладкая что наверное из-за этого я себя чувствую пополневший на два килограмма ну вот и все я ответила на ваши вопросы если есть еще какие-то вопросы пишите мне можно писать и в инстаграме можно писать в любых соц сетях можно в группе вконтакте писать можно просто вконтакте писать мне не важно где вы это все напишите можно под этим видео писать и все в принципе я пойду до чуть не забыла у меня есть подписчик его зовут женя мисс сорин если я не путаю ничего и он у меня просил передать ему привет ну что женек привет я рада в принципе вообще общаться с вами и вконтакте и здесь на ютюбе именно с нормальными адекватными людьми неадекватных мы не звали ну а я на этом с вами прощаюсь всех целую обнимаю и пока 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 у меня сейчас на данном этапе все окей